ФСО, которые отнюдь не публикуются, и вот результаты этих исследований, которые ведет Федеральная служба охраны, почему-то у нас так вот сложилось, именно эти результаты очень печальные. И не дадим ему продолжать наносить тот ущерб, который он много лет приносил Республике Башкортостан. К сожалению, по моим данным, на сегодняшний день господин Хромец подобного списка вопросов, по крайней мере в письменной форме, не передал застройщику. Кроме того, в среде дольщиков Миловского парка наметился очевидный раскол в отношении господина Гуськова, который до недавнего времени был громогласным лидером всей этой общности людей. Но, возвращаясь к визиту их Тухова, хотелось бы отметить, что подобные визиты не бывают случайными, они не могут происходить спонтанно или, как говорится, в рабочем порядке. В общем, человек арестован, я так полагаю, арестован за дело. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем детали. Хотелось бы обратить внимание, что господин Гельмулин находился в очень тесных и деловых отношениях с господином Юмодиловым. Это здание должно быть снесено. Архитектурный ландшафт здесь во дворе должен быть восстановлен за счет людей, которые совершили это противоправное действие. В последние месяцы тема обманутых дольщиков и долевого строительства является центральной в наших выпусках. И сегодняшний выпуск тоже не будет исключением. За прошедшую неделю у нас было несколько важных новостей на эту тему. И начать хотелось бы с самого трагического и самого такого проблемного объекта – это Миловский парк. Вокруг Миловского парка началась какая-то новая игра. Называется она «Расселение в другие объекты». Одновременно практически поступило две противоположные информации на эту тему. С одной стороны, заявляется, что чуть ли не со всеми дольщиками Миловского парка, у которых дома в минимальной степени готовности, заключены договора обмена квартир с Миловского парка на объект Новобулгакова и Молодежный. Одновременно с этим поступила информация внутри групп обманутых дольщиков в социальных сетях о том, что реально ни с кем не происходили эти процессы, никаких документов не было подписано. Более того, они даже не понимают, на каких условиях это вообще может быть произведено. Я повторю то, что сказал в прошлый раз. На самом деле, подобный обмен несуществующей квартиры в Миловском парке на несуществующую квартиру, например, в Новобулгаково, юридически очень проблемное решение, если вообще возможное. Потому что это абсолютно разные собственники, абсолютно разные застройщики, абсолютно разные условия и даже стоимость квадратных метров. То есть, каким образом все это можно утрясти, я не представляю себе. А тем более, не представляю себе, как это можно было утрясти буквально за несколько дней, с того момента, как появилась вообще эта идея. Очень сильно это все похоже на какую-то разводку и обман. Очень сильно это похоже на затягивание процессов и так далее. Но посмотрим. Кроме того, в среде дольщиков Миловского парка наметился очевидный раскол в отношении господина Гуськова, который до недавнего времени был громогласным лидером всей этой, значит, общности людей. Он провозглашал себя, значит, руководителем инициативной группы и так далее, и так далее. И вот на прошедшей неделе в социальных сетях, в группах дольщиков Миловского парка разразилась дискуссия на тему, а не поп ли гапон у нас этот Гуськов. Расшифровывая это все, я поясню, что появились обоснованные предположения о том, что господин Гуськов намеренно и злонамеренно долгое время водил за нос всех вот этих несчастных обманутых дольщиков, пытаясь сгладить ситуацию перед выборами президента, впоследствии пытаясь сгладить ситуацию в общем на фоне всей этой напряженности и так далее, действуя исключительно в интересах властей, а не самих дольщиков. Вся деятельность господина Гуськова свелась к громогласным заявлениям, к торжественным общениям с Хамитовым, к каким-то пустым рассуждениям, обещаниям. Он обещал, что уже найдены деньги в свое время. Несколько месяцев назад он заявил, что найдено решение и там пойдут финансы. Сейчас, значит, тот же Гуськов проповедует историю с расселением в Новобулгаковой и Молодежной. Судя по всему, у людей терпение все вот это слушать закончилось. И к самому Гуськову возникло много-много вопросов. У меня нет точных данных, но сами дольщики предполагают, что Гуськов давно уже решил все свои жилищные вопросы, что он по факту не является обманутым дольщиком, а все у него хорошо. И уже он фактически исполняет какой-то заказ и, как говорится, работает работу, изображая из себя лидера вот этой, значит, инициативной группы. Ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос категорически разъяснится, и будет понятно, кто такой Гуськов, куда он вел всю эту группу товарищей всех этих несчастных дольщиков. Кроме того, продолжаются и на этой неделе пикеты обманутых дольщиков Миловского парка. Они абсолютно самодеятельные. Мы на прошлой неделе заметили около госстроя одиноко стоящую дольщицу из Стерлитамака. Она живет в Стерлитамаке и имела несчастье приобрести вот эту часть этого Миловского парка. В общем, я так понимаю, что люди, конечно, не остановятся и не прекратят этого делать, потому что достаточно сложно отказаться от того, что для тебя самое большое и дорогое в жизни, а именно квартира, которую люди, как правило, покупают один раз. Кроме того, на прошедшей неделе прошла встреча с вице-мэром Уфы, Хромцом и дольщиками, застройщиками и подрядчиками на объекте Серебряный ручей. Мы отдельно освещали эту тему. Нас упрекают в том, что мы не упомянули в этом отдельном репортаже судьбу 12-13-8 домов. Судьба, на самом деле, это печальная. Я не скрываю того, что у меня нет понимания того, как эти дома и в какой срок будут достроены. Я почти уверен, что 7-й дом будет сдан в ближайшее время в Серебряном ручье. 9-й, 10-й дома тоже худо-бедно, я думаю, где-нибудь до Нового года сдадут. А вот по поводу 12-13-8-11 домов абсолютно нет никакого представления, как эти дома будут достраиваться, потому что некоторые из них вообще на уровне фундамента находятся. И, к сожалению, отвечая на эти упреки, я сообщаю людям, которые меня упрекают, что я ничего не сообщил об этом, я сообщаю, что я не знаю, что будет с этими домами, потому что застройщик пока не дает внятной информации на эту тему. Итогом встречи хромца с дольщиками, застройщиками и подрядчиками в Серебряном ручье была договоренность о том, что хромец вышлет некий список вопросов в адрес застройщика, ответы на которые дадут понимание, когда, что и как произойдет на объекте Серебряный ручей. И после этого хромец обязуется эти ответы опубликовать, и дальше будут люди руководствоваться этой информацией. К сожалению, по моим данным, на сегодняшний день господин хромец подобного списка вопросов, по крайней мере, в письменной форме, не передал застройщику. И это нехорошо. Обращаясь к господину хромцу, я бы сказал так, что если вы уже договорились об этом, то давайте следовать этим договоренностям. Все ваши действия, все ваши выезды, это очень важная вещь, она очень влияет на людей, люди внимательно за этим следят, и будьте, пожалуйста, последовательны в своих действиях. Если уж пообещали этот список вопросов создать, а потом опубликовать ответы, будьте добры, сделайте так, как обещали. До выборов в Госсобрании Республики Башкортостан осталось меньше месяца. Новостей на эту тему практически нет, предвыборной борьбы мы не наблюдаем. Уфу завесили какими-то нелепыми баннерами «Единой России» о том, что оказывается у нас республика их возможностей. Ну да ладно, тогда, как говорится, в отсутствии крупных тем, я бы хотел заострить внимание избирателей Ленинского избирательного округа на одном из кандидатов в депутаты, который будет в их бюллетнях на этих выборах. А именно речь идет о Владимире Александровиче Нагорном. Вот его изображение на листовке, которое он распространил по почтовым ящикам. Так вот, этот господин, недавно с треском вышвырнутый даже из администрации Хамитова, имеет наглость теперь баллотироваться в госсобрание. То есть, как говорится, оно не тонет. Я призываю всех жителей Ленинского избирательного округа внимательно прочитать избирательный бюллетень, который они получат 9 сентября на избирательных участках, и ни в коем случае не голосовать за господина Нагорного. Этот человек уже принес огромное количество проблем и неприятностей республике, и, по всей видимости, намерен продолжить свой нелегкий труд в качестве депутата Государственного собрания. Давайте проявим принципиальность, настойчивость в вопросе выбора. Давайте хотя бы в одном единственном избирательном округе, конкретно в Ленинском избирательном округе, не дадим вот этому гражданину попасть в список депутатов Государственного собрания, и не дадим ему продолжать наносить тот ущерб, который он много лет приносил республике Башкортостан. На прошедшей неделе средства массовой информации республики Башкортостан были под завязку забиты новой волной прогнозов отставки Хамитова. Петербургская политика и многие другие источники публиковали предположения о том, что Хамитов попадает в список губернаторов на вылет уже этой осенью. Конечно, поведение фонда Петербургская политика весьма забавно, если не сказать трагично, потому что еще недавно, получая гранты и всевозможные платежи от администрации Хамитова, петербургская политика была очень лояльна к Хамитову, очень такие мягкие, позитивные оценки давала его деятельности, постоянно его держала в верхней части рейтингов, видимо, теперь платежи закончились, и петербургская политика обрушилась со страшной критикой в адрес Хамитова. Я с иронией отношусь к подобным источникам, зная, как это все работает и как формируются эти рейтинги, однако, в целом, конечно, ситуация для Хамитова тревожная. Я знаю, что объективная оценка ситуации в республике ведется средствами опросов и анализов ФСО, которые отнюдь не публикуются, и вот результаты этих исследований, которые ведет Федеральная служба охраны, почему-то у нас так вот сложилось, именно эти результаты очень печальные. Показатели Башкирии, которые замеряются через эти исследования, даже хуже, чем показатели Удмуртии и Татарии. Имеется в виду отношение к федеральной власти у населения, отношение к региональной власти у населения и всевозможные связанные с этим вещами параметры. То есть ситуация у Хамитова действительно очень плохая, и в глазах федеральной власти она ухудшается. Однако это еще не говорит о том, что именно этой осенью произойдет отставка. Я уже многократно говорил и повторю, что отставка эта возможна только в окне возможностей октябрь-ноябрь 2018 года, ни раньше, ни позднее. В общем, будем посмотреть. Кроме того, абсолютно не появились даже теоретически претенденты на пост Хамитова условные сменщики, что тоже говорит, в общем-то, о том, что процесс этот все еще не подготовлен. Мы продолжаем освещать ход Третьей Содовой войны в республике. На прошедшей неделе республику посетил заместитель министра Министерства промышленности и торговли господин Евтухов. Он загадочным образом приехал только в Стерлитамаг. Он не посещал Уфу и не встречался с республиканскими чиновниками, не встречался с Хамитовым. Приехал только на Соду. Сода всячески пыталась объяснить это тем, что это чуть ли не рабочий визит, и вообще тут вот приехал человек совещание провести. На самом деле, конечно, это элемент того давления, которое сейчас Сода оказывает на республиканские федеральные власти с целью получить гору в разработку. Это понятно. Разразился такой достаточно комический скандальчик между госпожой Бортовой и республиканскими СМИ, которые, прознав о приезде Евтухова, стали всячески, значит, пытаться попасть на это мероприятие, задать вопросы, взять интервью. Госпожа Бортова, конечно, не обладая достаточной квалификацией человека для того, чтобы заниматься пиаром крупного предприятия, в общем-то, растерялась, насовершала массу всяких глупостей и даже поругалась с Дарьей Кучеренко в публичном пространстве Фейсбука, где они предъявили друг другу по списку всевозможные претензии, ответы на эти претензии и так далее. Выглядело это, конечно, все безобразно глупо. Только потому, что, представляя серьезное предприятие, нельзя себя вести так, как себя ведет Марина Бортова. Ну, это оставляется на совести тех, кто сейчас модерирует вообще всю вот эту информационную политику самой СОДы. Насколько я понимаю, там где-то в кустах сидит Аббас Галямов, который каким-то образом дирижирует этими процессами. Ну, его рука очевидно узнаваема. К сожалению, действуя способами весьма устаревшими и архаичными, конечно, результатов не добиться. Ну и, как говорится, остроты ситуации добавляет вот эта госпожа Бортова, которая, в общем-то, делает все, чтобы ситуацию испортить. Но, возвращаясь к визиту Ихтухова, хотелось бы отметить, что подобные визиты не бывают случайными. Они не могут происходить спонтанно или, как говорится, в рабочем порядке. В федеральный чиновник очень высокого уровня приезжает в Уфу и не встречается ни со своими коллегами из профильного министерства, ни с губернатором, ни с замами губернатора. Это по меньшей мере странно, хотя подобные вещи происходили уже в истории Башкирии при Хамитове. Например, в Уфу приезжал господин Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» однажды, и он также проигнорировал Хамитова и вообще местных, значит, чиновников, приехал, встретился по своим вопросам, решал сам их свои дела и уехал. Это было сделано очень демонстративно тогда, и, по всей видимости, демонстративно делается сейчас. Кроме всего прочего, информационное пространство наводнили слухи о том, что вопрос с шаханами уже решен. Ну, там всякие наши придворные и не очень политологи на эту тему начали высказывать всевозможные соображения. Так вот, на самом деле вопрос по горе, конечно, еще не решен. Он находится в стадии решения, в том числе и в Москве. Совершенно непонятно, какая будет реакция со стороны активистов, защищающих шаханы, абсолютно непонятно, на каких условиях эта гора будет отдаваться. И вообще вот тут бы, конечно, начать говорить о том, на каких условиях вообще могла бы быть отдана эта гора, а не о том, что мы ее там не забудем, не простим, никому не отдадим. Потому что, как призывают активисты кидаться под бульдозеры, так вот, я комментирую эти призывы, скажу, что кидаться под бульдозеры уже будет бесполезно, потому что, когда пойдут бульдозеры, вопрос будет решен, и документы будут на руках. И всех желающих, значит, погибнуть под бульдозерами, в принципе, либо обеспечат этой возможностью, либо просто заберут в полицию. Так что именно сейчас нужно формировать мнение общественное, именно сейчас должны национальные и патриотические группы Башкирии об этом говорить и выступать, а не потом, по факту уже, как говорится, когда дом сгорел. В общем, конечно, ситуация интересная, и она выявит все возможности и потенциалы вот этих вот протестных групп, существуют они или нет, и выявит ту последовательность или непоследовательность, которая будет действовать сода. А самое главное, выявит сущность решения со стороны Хамитова, если гору будут отдавать, то, условно говоря, почем он ее отдаст? И кто получит эти пряники и пирожки? На прошедшей неделе произошло радостное событие для жителей Краснокамского района, а именно, наконец-то был арестован глава Краснокамского района господин Гельмулин, о чем многократно жители Краснокамского района просили, правоохранительные органы, в письменной и устной форме, много-много лет подряд. Много статей, материалов, данных о деятельности господина Гельмулина в кресле главы Краснокамского района не вызывали никакой реакции у правоохранительных органов, и вот на прошлой неделе с поличными господин Гельмулин был, наконец, задержан. Банальная взятка. Господин Гельмулин очень бледно выглядел в процессе ареста, кричал, плакал, маму не звал, но сообщил, что давно ему предлагали уйти из этого кресла, и вот он все, как говорится, тянул, и вот, наконец-то случилось. Ну, в общем, человек арестован, я так полагаю, арестован за дело. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем детали этого ареста, кто кому за что чего давал. Хотелось бы обратить внимание, что господин Гельмулин находился в очень тесных и деловых отношениях с господином Юмодиловым. Хотелось бы отметить, что господин Юмодилов, президент нашей пресловутой адвокатской палаты, пытается стать депутатом госсобрания вновь именно по Краснокамскому избирательному округу. И я так полагаю, что господин Юмодилов немалые средства вложил и выложил господину Гельмулину за то, чтобы выборы эти прошли гладко и ровно. Я не знаю, как теперь пройдут выборы в Краснокамском районе. Я не знаю, насколько господину Юмодилову удастся там сформировать себе победу и надеюсь, что этого у него не получится. Сегодня у нас достаточно необычный сюжет. Сюжет позитивный, радостный, торжественный в определенном смысле, что достаточно нечасто случается у нас в наших выпусках, а именно подошла к концу история с архитектурной 8. Примерно полгода назад, где-то еще прошедшей зимой, мы начали заниматься вот этой историей, которая произошла в этом дворе. За моей спиной находится здание, которое внезапно начало строиться буквально за пару дней до Нового года, то ли 27, то ли 28 декабря 2017 года. Внезапно тут появились строители, снесли часть зеленых насаждений, разрыли землю и довольно быстро возвели вот это здание. Местные жители обеспокоились этой историей, стали выяснять, что такое, что происходит, где разрешение, кто строит. И в процессе этого выяснения стало понятно, что это здание, которое вот сейчас вы видите за моей спиной, построено абсолютно незаконно, практически в центре района Черниковки. Какие-то на тот момент невыясненные граждане вдруг взяли и построили здоровенное офисное здание. Ну, достаточно большое. Почти полгода разбирались с документами, выясняли кто, что, на каком основании, какие бумаги. Выяснилась довольно забавная история о том, что документы были подделаны. Подделалкой этих документов занималась группа товарищей Слепнев, Водолеев и примкнувший к ним депутат Госсобрания Канунников. Воспользовались они служебным положением матери одного из этих товарищей, которая работала в это время в одной из структур мэрии, которая, собственно, видимо, и фальсифицировала эти документы. Вообще такая почти детективная история. В Росреестре появлялись и пропадали документы. Какие-то разрешительные документы то возникали, то исчезали. Их не могли найти и так далее. Но в конечном итоге на прошедшей неделе состоялся суд, который однозначно вынес решение в пользу того, чтобы это здание должно быть снесено. Архитектурный ландшафт здесь во дворе должен быть восстановлен за счет людей, которые совершили это противоправное действие. Должны быть высажены, я так понимаю, деревья, которые были снесены, кусты и так далее. Это удивительный пример, достаточно редкий, если не единственный на данный момент, когда мэрия Уфы принципиально решила вопрос по закону без всяких договоренностей, без всяких утрясаний, без всяких решений задним числом и так далее. Удоверение у Игоря Викторовича ООО «Фера» Гаврилова любого мастерства, если вы видели или не сгибали, 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 сгибали. Удоверение у Игоря Викторовича ООО «Фера» Гаврилова любого мастерства, на недвижимое имущество здания кадастры номер 688 расположено в адресу Уфа Калининской районной архитектуры, на рядом с домом номер 8. Представьте отсутствующие права собственности Сухарева Александра Николаевича, Гаврилова любого мастера, на сгибали, 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 сгибали. Мы будут последние три цифры назвать 536, а 25 декабря 2014 года на объект недвижимого имущества здание кадастры номер 688 расположено по адресу Уфа Калининской районной архитектуры, на рядом с домом 888 за Водолим Игорем Викторовичем покрасить регистрационную запись игры номер 3772-1 от 20 мая 2015 года Переход и прекращение права на объект недвижимого имущества здания Кадастаря номер 688 расположено по адресу Факалинский район архитектурный ряд из дома номер 8. Признать недействительную договорку при продаже 21 апреля 2015 года без номера на объект недвижимого имущества здания Кадастаря номер 688 расположен по адресу Факалинский район архитектурный ряд из дома 8, заключенную между Водолеем Игорем Викторовичем и Усфера. Признать недействительный акт приема передачи на объект недвижимого имущества здания кадастров номер 688 расположен по адресу Калининский район архитектурный рядом с домом номер 8, исключенный между удалением Игорем Викторовичем и его сферой. Погласить регистрационную запись в ЕГРН 3779-2-20 мая 2015 года на объект недвижимого имущества здания кадастров номер 688 расположен по адресу Уфа Калининский район архитектурный рядом с домом номером 8 за ОСФЕРА. Погласить регистрационную запись ЕГРН 978-351 на 22 июня 2015 года перехода и прекращения права на объект недвижимого имущества здания кадастров номер 688 расположен по адресу Калининский район архитектурный рядом с домом номер 8. Признать институтный договор купли-продажи на объект недвижимого имущества здания кадастров номер 688 расположен по адресу Калининский район архитектурный рядом с домом 8, исключенный между ОСФЕРА и Сухарем Александром Николаевичем. Погасить регистрационную запись в ЦСОГРО и ГИБРЭ от 22.11.15 года на объект недвижимого имущества зданий КСС-8, расположен по адресу УФА КАЗИНСКИЙ РАНО, АРКИТЕКТУРНО, АРКИТЕКТУРНО, НОВЕР, 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 ЗАЛУСИКИ, РАДИ, ЗАЛУСКИЙ РАДХИНСКИЙ 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 Р На объект недвижимого имущества здания кадастры номер 688 расположен по адресу УФА Калининский район архитектурный, рядом с домом 8, исключенный между Сухаревым, Александром Николаевичем и Слепневым Денисом Ринатовичем. Признать недействительный авт приема передачи на объект недвижимого имущества здания кадастры номер 688 расположен по адресу Украининский район архитектуры, рядом с домом 8, исключенный между Сухаревым, Александром Николаевичем и Слепневым Денисом Ринатовичем. Погласить регистрационную запись 3300-03, 27 июля 15-го на объект недвижимого имущества здания кадастры номер 688 расположен по адресу Украининский район, around health, архитектурный, рядом с домом 8, за Слепневым Денисом Ринатовичем. Обязатель к нему Денису Ренатовичу освободить земельные участки с кадастрыми номерами 17, 18, 20, все имеют передние, там, 0255-03-01-68, путем сноса самовольно возведенного объекта капитального строительства с кадастрыми номером 0255-03-01-68-688, произвести земельные участки с кадастрыми, привести земельные участки с кадастрыми номерами 0255-03-01-68-17, 0255-03-01-68-18, 0255-03-01-68-20, первоначальное состояние в течение 10 дней со дня вступления решений в таком законе суда. То есть был выявлен вопиющий факт нарушения всех возможных земельных правил и строительных норм, и на основании того, что было выявлено, было принято решение судом вот это здание снести. И не важно, на самом деле, как много вложили в это незаконное здание денег вот эти трое товарищей, в конце концов, они взрослые люди, они понимали, что делают. Кстати говоря, все эти трое, люди достаточно компетентные, чтобы понимать, какие нормы закона они нарушают. Это не безбилетные пассажиры в маршрутке или там неграмотные таджики, которые не знают, какой стороной кредитная карта вставляется в терминал. Это трое людей, которые вполне могли понять, что они делают, и отдавали себе отчет. В конечном итоге они должны понести вот это наказание в виде, ну, я так полагаю, существенного финансового ущерба для себя лично, потому что это здание, ну, действительно стоит определенных и достаточно больших денег. Была предпринята постыдная попытка прикрыться каким-то детским спортом. Здесь, значит, в последний момент они подключили там не очень добросовестные источники массовой информации, пытаясь выставить то, что здесь они, дескать, радеют за детский спорт и собираются тут детскую школу бокса устроить. На самом деле, как выяснили жители этого дома, по всем нормам, снипам и правилам, по которым устраиваются подобные детские спортивные заведения, в этом здании невозможно разместить школу бокса, и это было однозначно подтверждением тому, что люди, ну, вот эти, которые распространяют эту информацию, они обманщики и жулики. Ну, в общем, мы очень довольны тем, что нам вместе с жителями этого города, вместе с мэрией, вместе с некоторыми СМИ удалось добиться справедливости, что, повторюсь, случается нечасто в нашем городе. Я надеюсь, что этот случай станет таким назиданием и прецедентом для тех, кто пытается строить в городе, особенно в каких-то исторических его частях, вот такие вот самостроенные вещи, вот такие вот самовольные постройки. В общем, безусловно, мы еще понаблюдаем за тем, чтобы это здание было снесено, и облик двора был восстановлен, и дальше, как говорится, закрепим этот успех. Редактор субтитров А.Семкин